На полках в магазине все чаще можно встретить диетический цельнозерновой хлеб. Этот продукт пользуется невероятной популярностью среди покупателей, поэтому его производство все больше и больше набирает обороты. Сегодня такой хлеб выпекают свыше 200 предприятий республики. Выпускают диетические булки как небольшие пекарни, так и промышленные гиганты. Производство диетического хлеба в республике Бурятия ежегодно растет. В прошлом году свыше 3000 тонн было произведено хлеба, это порядка 10%. А вот той цифры, которую дает Бурятстат, производится хлеба. Многие эксперты растущий спрос связывают с тем, что большинство людей стали вести здоровый образ жизни и поэтому заменяют обычный хлеб на низкокалорийный. При этом диетическая булка от дрожжевой отличается лишь тем, что в ее состав помимо традиционных продуктов входят различные сглаки и закваска. В состав диетического хлеба входит не только пшеничная и ржаная мука, но также кукурузная мука, гречневая мука, зерновая смесь. Это семя подсолнечника, семя кунжута, семя льна. И также овсяные хлопья и отруби пшеничные. Диетический хлеб обогащен витаминами, бета-каротином, йодом, пребиотиками и эссенциальными жирными кислотами, которые очень полезны для нашего организма. Это кладезь витаминов. Помимо того, что там есть растительные белки, растительные жиры необходимые, там содержится вся таблица Менделеева. И поэтому, если мы будем разнообразить свой рацион разным хлебом, всего понемножку, всего в меру, то, конечно, мы получим максимум полезных веществ из хлеба. Такой хлеб отлично помогает и пищеварению, но чтобы пользы было больше, специалисты не рекомендуют есть его в горячем виде. Поджелудочная железа не любит свежую выпечку. Свежий хлеб для нее очень опасен. Поэтому лучше хлеб есть вчерашний. Врачи говорят, любой хлеб полезен для нашего организма. Главное – кушать его в меру. Иктина Лестратова, Константин Гармаев, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.